Самый настоящий борщ Знаете, друзья, у меня двойственное отношение к профессиональным поварам С одной стороны, я испытываю к ним глубокий пиетет и трепетные отношения И ловлю их каждое слово и жест, когда они в разных телепередачах получают, как правильно готовить Это с одной стороны С другой стороны, когда дело касается тех продуктов, в приготовлении которых я являюсь экспертом Я иногда поражаюсь Это же, блин, надо сколько учиться Какую надо иметь практику, чтобы пи***ть хорошие продукты Чтобы с нормальных, классных продуктов приготовить такое вы меня, ну извините, ни на что не похожее И я сейчас намерен устранить этот пробел и показать, как готовится настоящий вкусный борщ На самом деле борщ не готовится на открытом воздухе в полевых условиях Это благодаря тому, что мой супермангал с легкостью необычайной превращается в садовую печь И позволяет приготовить нам борщ в дачных условиях, самый настоящий, но в то же время на природе, на открытом воздухе Итого, приступаем Для приготовления борща нам понадобится картофель, морковь, буряк Буряк, это, если кто не понимает, это красная свекла столовая Лук, немножко пастернака Капуста Немного зелени Перец острый с морозилки Ну и остальные специи, соль, сахар Сало для зажарки А также томат У меня свежий консервированный томатный сок домашнего приготовления В кастрюлю наливаю воду, чуть меньше половины И ставлю на огонь Вот так вот все выглядит в действии Первым делом бросаем мясо У меня свиная грудинка с ребрышками Знаете, меня иногда напрягает, когда я смотрю, как картофель режут на досточке Может быть, по ресторанным канонам это и правильно Но когда я смотрю это в ютубе Мне так и кажется, что у автора Руки выросли не из того места По моему понятию, картофель нужно нарезать в руках Вот так вот Иногда, когда вы точно знаете, что картофель плохой Он разваривается плохо Картофель можно бросать даже Даже сначала картофель, а потом уже мясо Чтобы картофель покипел подольше и раскипел Я же в данном случае Вот большую часть картофеля измельчаю вот так кусочками А штуки 3-4 я брошу целыми С тем, чтобы потом вынуть, растолочь в пюре И вот именно для густоты борща Снимаем пенку Окончательно пенка потом соберется И засыпаем картофель Я люблю, чтобы борщ был густой Вот так вот Приготовление заправки для борща Или пассировки Начинается с приготовления зажарки Я предпочитаю зажарку делать на сале Здесь в уголке вы увидите ссылочку Нажав на которую, вы попадете на ролик Как правильно приготовить зажарку на сале Вот так вот И здесь мы снова снимаем пенку Вот такая вот красота у нас варится В видеорецептах меня всегда напрягают слова А теперь сварим бульон Не надо варить бульон Нужно варить мясо И этому, вот смотрите ссылочку Я посвятил еще один ролик Посвященный жуткой тайне бульона Борщ с мясом не любит Слишком сильного кипения При бурном кипении Жиры из мяса умыляются Бульон становится таким мутным Непрозрачным И теряет свою питательную ценность Бросаем лук И продолжаем жарить Покуда у меня все здесь Что жарится, что кипит Я в двух словах попробую рассказать О том, чего не договаривают Многочисленные гуру от кулинарии Есть многочисленные споры Вот сколько чего бросать в борщ Сколько буряка Сколько томата И нужен ли томат Нужен ли буряк На самом деле Речь идет о совсем разных двух блюдах Борщ в смысле свекольно-капустная похлебка Которая рецептом своим уходит в глубину тысячелетий Когда еще не было ни картошки, ни томата И вот этот борщ Это древний борщ И он сохранился в некоторых районах Его так и готовят Там основным наполнителем Дополнителем, цветообразующим Вкусообразующим компонентом Есть буряк Его бросать много И этот борщ, который я готовлю Этому борщу максимум 300 лет Потому что картофель и томат Появились сравнительно как бы недавно И для меня этот борщ более вкусный А этот борщ можно приготовить Совсем может быть без буряка Это уже как бы обновленный рецепт По современным продуктам Но на мой взгляд Этот борщ именно Он вкуснее намного Так что имеют право на жизнь И этот и тот рецепт Но я считаю, что этот рецепт Более вкусный И вам его рекомендую Внимание, ключевой момент Лук начал подрумяниваться по краям И теперь бросаем буряк Когда зажарка готовая Уже Первым делом бросается буряк Непременно в этой очередности Потом уже будет морковь и прочее Но сначала буряк Зачем? Буряк должен Вот в этом большом количестве жира Буряк должен прожариться Для того, чтобы он перестал давать цвет Нам цвет не нужен Цвет мы получим из томатного сока Или томатной пасты Или кислых помидоров Но мы получим цвет Но с буряка По нашему рецепту цвет не нужен Потому что от буряка Вот это все Вот это картофель, капуста Приобретет такой синеватый Гангренный цвет Что не есть Но как бы эстетично в этом случае В этом рецепте борща О, хорошо Бурячок у нас уже поджарился Следом засыпаем морковь и пастернак В приготовлении борща Есть два спорных таких момента Первый момент Когда бросать капусту Вы когда-нибудь заходили В подъезд многоэтажного жилого дома Старой построй Если заходили Вы прекрасно помните Этот запах Но я не говорю о первом этаже Где запах весьма специфический По другим причинам Я говорю об общем запахе Это запах Вонь переваренной капусты То есть Если капуста бросается Рано Есть такие Что рекомендуют Вместе с картошкой ее бросать Капуста получается Очень перекипевшей Переваренной И воняет От воня Именно воняет Переваренной капустой И второй нюанс Нужно ли бросать чеснок В борщ Ребята Вот это Сейчас я расскажу свою историю А дальше Вы уж сами решите Нужно или не нужно Вот скажите Вы помните Тот момент Тот день Час Когда вы почувствовали Что такое изжога Вот я узнал Что такое изжога 18 ноября 1978 года Это был мой второй день В армии И первый день Когда я попробовал Армейский борщ Он был с невероятным Количеством чеснока Да еще с этим Низкосортным Черным хлебом Вот я его покушал А после этого Как водится плац И вот тогда Я сразу же почувствовал О Вот это она и есть Родимая Изжога Не говоря о том Что борщ С прикипевшим чесноком Имеет такой запах Как вроде бы кто-то Ну вы меня простите Не стало быть сказано Как вроде бы Под крышку Кастрюли Кто-нибудь напукал А решать вам Все можно Но нужно ли Ну вот Поджарилась наша Как бы пассеровка И теперь Заливаем томат Томат Кустой Специально Сделанный Для борща Вот это та лаборатория В которой рождается Борщ В которой рождается Вкус борща Вот эти все нюансы Вот эти переходы Вот эти тончайшие Флюиды Вкуса Которые Как бы Сочетаются Что здесь происходит Здесь сейчас Происходит Вот что Жир Прекрасный Растворитель Эфирных Масел Вкусовых Компонентов И жир Служит экстрактором Жир сейчас Горячий Вытягивает Из овощей Весь их Вкус Аромат Запах Именно сейчас Вот здесь Начинают Дружить И жениться Между собой Вот эти все Различные Компоненты Из которых Состоит борщ Ставим На медленный Огонь И какое-то Время Ну может Минут Двадцать Может Вот так Вот это Должно Как бы Перекипать Вариться Сейчас Вот здесь Именно Рождается Вкус борща И сюда же Добавляю Перчину Горько Если у вас Будет Сладкий Перец Можно сюда Добавить Немного Сладкого Перца Вот сейчас Совершается Величайшее Таинство Рождается Тайна Вкуса Рождается Вкус борща Твердостью И хрустом Аль денте Как любят Говорить Наши повара В телепрограммах Ну вот Настало Время Заканчивать С приготовлением А сюда Сделаем Вот так Здесь Надо вымыть Каждую капельку Вот Каждую капельку Вот Этого Аромата Вот Из-за того Что Это Концентрат Вкуса Вот Такая Вот Красота А сейчас Я готовлю Заправку Из старого Сала Вот Я взял Немножко Старого Сала Мелко Его Порезал Соль И вот Я Сейчас Его Так Попробую Растолочь Удобно Это делать В ступке Ну В походных Таких Полупоходных Условиях Вполне Подходит Вот так Вот Старое Сало Это Мощный Усилитель Вкуса Смотрите Вот В уголочке Смотрите Я даю Ссылочку На То На ролик Как Правильно Правильно Заготовить Старое Сало Для заправки И как Нем Пользоваться Вот И Сразу Я бросаю Его В Борщ Его Не надо Пережаривать Вот Вот Так Вот Едва Едва Не забыл Я Вот Поставлял Три Картофелины Вот Такими Целыми Сейчас Я их Буду Пережаривать Передавлю Их В Пюрешку И Они Дадут Вот Этот Такой Крахмально Рассыпчатый Какой-то Осадок В Борще Вот Такую Вот Пюрешечку И Высыпаю В Борщ Ребята Наша Задача Сейчас Сделать Уже Как бы Завершающие Штрихи Вкуса Я Бросаю Немножко Перца Черного Молотого Дальше Бросаю Ложку Сахара Обязательно Все То Что Уже Там Есть Он Сахар Подчеркнет Соль Солим С учетом Того Что еще Будет Капуста После Того Как бросим Капусту У нас Не будет Времени Солить Потому Что Надо Будет Снимать Борщ Чтобы Не Перекипела Капуста Повторяю У нас Капуста Молодая Буквально Бросили Помешали И сняли Вот так Вот Если Капуста Если Капуста Старая То Капуста Высыпается Мешается Сразу Закипела Вот Увидел Что Хорошо Закипела И снимается Но Молодая Капуста Тут Здесь Совсем Другой Расклад Бросил Помешал И сразу Снял И тогда Все будет Хорошо Ребята Обратите Внимание Капуста У нас Готовая Молодая Капуста Сюда Я Бросил Лавровый Лист Лавровый Лист Не любит Чтобы Он Был Перекипевший Иначе Из него Все эти Ароматные Вещества Просто Улетучатся В воздух И Поскольку У нас Лето И грех Не воспользоваться Вот этим Богатством Витаминов Нам Надо Так Чтобы Не перекипело Не потеряло Вкус То есть Я Все Это Ложу Вместе С капустой Наша Задача Его Не Переварить Вот Я Так Люблю Чтобы Борщ Был Именно Такой Летний И Та-да-да-дан Все И И Буквально Снимаем Ребята После того Как борщ Уже Готов Стоит Вот Оставленный На столе Перед Дегустацией Ну Надо Ему Дать Постоять Минут Десять Чтобы Уже Окончательно Все Эти Ингредиенты Между Собой Подружились И У нас Есть Вот Несколько Минут Чтобы Приготовить Гренки К Свежесваренному Борщу На Супермонгале Вот Берем Вот Так Солим Берем Свежайший Молодой Чесночевок И Вот Так Вот Соль Вот По Этим Шероховатостям Проходим Вот Так Вот Свежайшим Вот Этим Сочком Вот Так Вот Вот Так Вот Это Будет Красота Вы Уж Мне Поверьте Лайк Поверьте 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 Тм Поверьте Подписывайтесь Продолжение следует...